Это экстренный вызов на канале ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. На скамью подсудимых за двойное убийство. Кто навел налетчика на квартиру пенсионерки? Штраф за поддельную регистрацию мужчина устроил сына в элитной лице и выслушал за это приговор. Курьезное преступление. Разбойник отказался покидать офис микрокредитования, требуя у сотрудницы более крупную сумму. Схватил гантелю и лишил жизни пожилую женщину и ее внука. Молодой новосибирец предстал перед судом за разбой и двойное убийство. Компанию обвиняемому составил товарищ, который навел его на квартиру потерпевших. За решеткой. 21-летний Владимир Быцко. Молодого человека обвиняют в убийстве престарелой женщины и ее внука. Приятель фигуранта, 31-летний Роман Скуратов, сидит в зале. Ему вменяют пособничество в краже. Изначально товарищи по версии следствия задумали совершить именно это преступление. Обнести знакомую пенсионерку Нину Ильиных, живущую на улице объединения в Калининском районе Новосибирска. Бабушка знала Скуратова с детства и частенько помогала непутевому парню. Скуратов из детдома. И его приемные родители, когда он был маленький, приводили к моей матери. Ну, собственно, она с ним сидела, воспитывала его. Вот оттуда. Ну, и впоследствии он просто как приходил к ней постоянно. Ну, просили там у нее то денег попросить, то еще что-нибудь. Постоянно приходил. Ну, как, вроде как, как кормилицей, вроде так вот. Ну, вы, наверное, с положительной стороны его до этого эпизода знали, да? Нет. Он постоянно приходил, только денег просил у матери. По-видимому, в очередной раз отпрось мужчин решил перейти к действиям. Как следует из материалов дела. В феврале с Владимиром Быцко они подъехали к дому пенсионерки. Наводчик остался в машине, а его приятель поднялся к потерпевшей, чтобы обокрасть ее. Однако продуманный план сорвался сразу же. Когда Быцко проник в квартиру, там, кроме пожилой женщины Ильиных, находился также ее внук, в связи с чем Быцко вышел за рамки предварительной договоренности с Искуратовым и совершил убийство как Ильиных, так и ее внука Колесника. При этом он нанес множественные удары потерпевшим по голове гантелями, которые он обнаружил в квартире. В результате действий Быцко смерть потерпевшего Колесника наступила на месте совершения преступления. Пожилую женщину отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. Стоит добавить, имущество пенсионерки, ноутбук и мобильный телефон подельники сбыли за 6 тысяч рублей и разделили сумму пополам. Теперь Роману Скуратову грозит до пяти лет лишения свободы, а его приятелю Владимиру Быцко пожизненный срок. Стоит добавить, предполагаемый убийца два с половиной года отучился на юридическом факультете и даже пытался отказаться от адвоката, чтобы защищать себя самостоятельно. По словам молодого человека, он не пытается сэкономить на услугах защитника, а просто хорошо знает это дело. Анна Скок, Александр Егоров, экстренный вызов. В железнодорожном районе Новосибирска из Аби достали тело рыбака. Обстоятельства его смерти устанавливают следователи комитета. Плывущие по реке недалеко от Димитровского моста тело человека заметили очевидцы. Прибывшие по вызову муниципальные спасатели подняли труп на борт аэробота, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. На вид мужчине 50-60 лет. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут возможных очевидцев трагедии. Точную причину смерти рыбака определит судебно-медицинская экспертиза. Не исключено, что погибший это Андрей Петрунин, пропавший в октябре прошлого года в поселке Юный Ленинец. Под суд за фиктивную прописку в Новосибирске Фемида рассмотрела весьма необычное уголовное дело о поддельной регистрации. Житель железнодорожного района воспользовался услугами аферистов, но в итоге сам оказался на скамье подсудимых. Константин Меринов нажил проблем с законом, когда пытался устроить своего сына в первый класс. Мужчина хотел, чтобы ребенок получил качественное образование. Выбор пал на лицей номер 9, известный своим сильным преподавательским составом. Плюс располагался он чуть ли не в 100 метрах от дома. Казалось, лучшего варианта не найти. Но тут возникли бюрократические формальности. Многоэтажка, в которой проживает семья Константина, оказалась за границей участка, с территории которого лицей принимает учеников. Чтобы обойти этот географический барьер, молодой отец решил на время сменить регистрацию. Сделать это оказалось несложно, ведь интернет буквально кишит подобными предложениями. Причем виртуальные помощники уверяли, что все будет абсолютно легально. Была информация, что если я в дальнейшем обращусь в органы информации, без проблем я могу прописаться в свои собственные планы. Однако Константина обманули. Люди, которые оказали ему весьма недешевую услугу, попросту подделали штамп в паспорте. Более того, когда все вскрылось, к уголовной ответственности привлекли самого Меринова. Правоохранители инкриминировали ему использование заведомо подложного документа. Меринов Константин через сеть интернет за 18 тысяч рублей поставил в своем паспорте гражданина Российской Федерации поддельный штамп о постановке его на регистрационный учет на микроучастки, которые относятся непосредственно к интересующей его школе. И в последующем он предъявил данный паспорт директору данного образовательного учреждения. На суде Константин полностью признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела. Во время разбирательства фигурант признался, что эта история стала для него во многом поучительной. Какие вы выводы сделали? Выводы я сделал. В том, что он не связывался с машинниками. В итоге Константину Меринову назначили довольно мягкое наказание. Фемида приговорила его к штрафу в размере 13 тысяч рублей. Что же касается махинаторов, которые продали нашему герою липовую прописку, они перед судом пока не предстали. По имеющейся информации, аферистами сейчас вплотную занимаются правоохранители. Правда, на какой стадии находится расследование, неизвестно. Леонид Лишенко, Александр Егоров. Экстренный вызов. Главу Колывани будут судить за превышение должностных полномочий. По версии следствия, чиновник выделил дорожникам почти 4 миллиона рублей за фактически невыполненные работы. Глава администрации Колывани Владимир Тайлаков погорел на благоустройстве родного рабочего поселка. По версии следствия, в 2012 году чиновник в рамках реализации долгосрочной целевой программы заключил контракты на ремонт четырех автомобильных дорог общего пользования. Не проверив объема и качества выполненных работ, глава муниципального образования подписал акты приема-передачи и распорядился оплатить подрядчикам из местного бюджета больше трех с половиной миллионов рублей. К рассмотрению уголовного дела о превышении должностных полномочий вскоре приступит Колыванский суд. Прокурор района предъявил Тайлакову иск на сумму причиненного преступлением ущерба. На имущество обвиняемого земельный участок, автомобили, лодку и охотничьи ружья наложили арест. Хотел больше денег, а получил уголовное дело. Вооруженный разбойник оставался на месте преступления, пока не дождался охраны. Необычный разбой расследуют в Зайльцовском отделе полиции. Сначала все шло по обычной для таких дел схеме. Неизвестный зашел в офис микрокредитования и, угрожая сотруднице пневматическим пистолетом, потребовал денег. Кассир отдал незваному гостю 3000 рублей. Однако этого налетчику показалось мало, и он попросил еще. В итоге Турк затянулся до приезда сотрудников частной охраны, которые передали настойчивого фигуранта в руки полицейских. Сотрудники отдела полиции номер 3 Зайльцовский управления МВД России по городу Новосибирску доставили подозреваемого в дежурную часть и изъяли у него орудие преступления – пневматический пистолет. Также с места преступления была изъята видеозапись, запищеплевшая деятель нападавшего. Как установили полицейские, 22-летний мужчина приехал в Новосибирск из Красноярска. Пояснил подозреваемый, он задолжал своим знакомым в общей сложности около миллиона рублей. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням с 10 утра до 6 вечера. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС.